Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology и я, ведущий Крауцев Сергей. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как субклинический гипотириоз. И вот с историей гипотириоза перенасыщена интернет информация и очень много всего. Вы очень часто путаетесь и путаете его с гипотириозом или просто не понимаете, почему тот или иной баланс гормонов у вас в организме. Во-первых, с гипотириозом какая ситуация? Так как он субклинический, это значит до проявления какой-либо клиники. То есть клиники еще нет как таковой. Может быть какая-то слабость, вялость, легкие эффекты заторможенности, усталости. Но они, как правило, проявляются в состоянии субклинического гипотириоза, когда накладываются еще какие-либо другие гормональные проблемы, может быть, соответственно, андрогенного какого-то характера, или, ну, в общем-то, дополнительные какие-либо заболевания, может быть, какие-то ваши воспалительные процессы. То есть чтобы все вместе вот так вот подкосило ваш организм, и вы почувствовали вот этот субклинический гипотириоз. В обычном случае, как правило, люди совсем ничего не чувствуют. Но заболевание, соответственно, развивается скрыто. Если это перейдет уже из субклинического в клиническое течение, когда мы сможем отслеживать какие-либо изменения в вашего, соответственно, состояния, да, и объективно сможем сказать, что у вас не субклинический гипотириоз, а уже гипотириоз, и будем назначать вам какие-либо, ну, серьезные препараты, да, гормональные для коррекции этого дела, то это уже заболевание. И когда вы видите на своих анализах, что не просто у вас ТТГ, да, много, и опять же напомню вам, что такое субклинический гипотириоз, его будет, ну, корреляция к росту, ТТГ, он не будет выходить за свои рамки, но в то же время, соответственно, он будет расти, тогда как Т3, Т4 будут снижаться. Все дело в том, что сама щитовидная железа, ну, давайте условно ее нарисуем, как такой вот щит, да, я не знаю, треугольник, как хотите. Она, соответственно, направляет в мозг, мозг будет кружочком в мозг путем кровотока, который омывает щитовидную железу, потом мозг, да, и мозг наш, вот, там есть у нас гипофиз, гипоталамус, то есть вся эта гипофизарная система, которая, соответственно, контролирует вообще, ну, большую часть инокринных процессов в нашем организме. И, соответственно, все это дело омывается, и получает гипофизарная система всю информацию о, в том числе, и тиреоидах, и видит, что не дорабатывает щитовидная железа. И мозг ее пытается в ответку большим количеством ТТГ стимулировать, да, то есть он выделяет больше вот этого ТТГ, чтобы стимулировать эту щитовидную железу. Он говорит ей, эй, ты давай работай, я твой прораб. Они, соответственно, говорят, нема денег, жаншу тама, нет ничего, работать не будем, не хотим, нет материал, стройка нама, вот. И материал, да, что здесь подразумевается, очень часто на состоянии субклинического гипотириоза используют просто для лечения йод, вы слышали, да, очень часто йод назначают без заболеваний в щитовидной железе. И йод – это именно та история, когда не хватает гормонов в самих щитовидной железе, а ТТГ много, потому что многие говорят, ну как, если у меня гипотириоз, гипо – это значит мало, значит, у меня всего должно быть мало, в том числе и ТТГ нет. ТТГ будет много, а вот Т3, Т4 будет корреляция идти вниз. Но я почему не пишу никогда цифры, да, потому что я не хочу, чтобы вы занимались интерпретацией своих анализов сами, потому что есть множество других, да, факторов, которые могут влиять на причины возникновения Т3, понижения Т3, Т4, и, соответственно, для того, чтобы вам отследить вот эти вот причины понижения, да, Т3, Т4, возникновения субклиники вот этой вот, вам нужно прийти к врачу, а не заниматься самолечением. Единственное, вы, если сдали эти анализы и увидели, что близко к верхнему референту ТТГ, Т3, Т4 близки уже к нижнему, это значит уже надо бежать. Это единственное, что вам нужно запомнить. И все, все остальное лечение вплоть до йода не назначаем себе сами, только через консультацию врача. С вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы ждем вас на своих консультациях. Да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!